Теперь вместо сладкого побега меня ждёт изолятор. Замечательно просто. Всем привет, друзья! Это Побег с Инферно. Представьте себе, какой-то парень взял и просто перестроил карту из CSGO в The Escape PC, и мне кажется, это очень классная идея. Не знаю, почему раньше до неё никто не додумался, но уже в моём столике есть лопата и ручка. Офигеть, как классно ещё, по-моему, даже оружие. Оружие, пожалуй, сразу заберём, и вы представляете себе, как же это сложно адаптировать такую карту. Я буду её не сильно строго оценивать, потому что в CSGO я не очень люблю играть, а на Инферно я играл капец как давно. И, возможно, я просто не замечу элементарного сходства, но это у нас как бы второй этаж и двери. Дверь... А, нет, подожди, это первый этаж, чё я несу? Вот второй этаж, и вот про эту дверь я хотел сказать. Очень странная дверь, которая ведёт... А, подожди, кажется, я понял, что это. Походу, это второй мид, или не знаю, как он правильно называется. Кейсеры, помогите, пожалуйста, в комментариях, но это, походу, точно он. Тогда сверху параллельно ему должен быть основной мид, и да, слушайте, похоже. Вот это, получается, та самая канавка, куда можно спрыгнуть, и вот это у нас банан. Офигеть, ребята, как же классно. Тут даже есть вот эта нычка, где можно спрятаться. Хорошо, это мне уже нравится, но посмотрите на это. Я думаю, вы сами узнали, что это такое. Место закладки бомбы. Да, и делал эту карту однозначно какой-то фанат. Теперь надо найти вторую точку спауна. Так, это сети спаун, это нам не надо. Насколько я помню, здесь должны лежать фрукты, а здесь вот библиотека. Ну, в принципе, похоже, более-менее. И вот второе место закладки бомбы. Блин, ребята, я бы на полном серьезе здесь поиграл бы в CSGO. Добавили бы сюда настоящее оружие, бомбы и мультиплеер 5 на 5. Это офигеть, какая классная идея. Походу, мы только что подкинули разработчикам идейку для новой игры. И просто поставьте плюсик в комментариях, если бы вы поиграли в такую игрушку. Ну, а я, пожалуй, еще раз посещу T-спаун. Да, теперь я понимаю, что это такое. И уже отсюда мы будем думать, как выбраться. И сейчас вопрос к эйсерам, только к ним. Ребят, а этот пароход реально был в игре? Я что-то не помню. Офигеть, вы только посмотрите на это. Создатель карты не поленился и перенес всякие мелочи из CSGO. Мостик, только как я помню, с этого мостика можно спрыгнуть, а тут нет. Эх, не знаю как вам, а лично мне после игры на этой карте захотелось поиграть в реальную CSGO. Возможно, даже на стриме вместе с вами. Да, почему бы и нет. И чтобы не пропускать трансляции, вы можете подписаться на рассылку в нашей группе ВКонтакте. Ссылка здесь в описании. Просто кликайте вот сюда вот, подписывайтесь на то, что вас интересует. И никогда не пропускаете либо видео, либо стримы. Либо и то, и то. Ну, вообще-то, где-то минуту назад я хотел сказать, что понятия не имею, как сближать с этой карты. Потому что она сложная, много всяких блоков. И она просто громадная. Смотрите, я сейчас даже постараюсь не ставить видео на паузу. Я мотаю. Я мотаю. Я мотаю. И вот какая она громадная. Просто какие-то колоссальные масштабы. Где-то есть обычные стенки, а где-то вот-вот что вот это вот, я не знаю. Какие-то пунктиры. И вообще-то, если честно, я могу сломать стенку здесь и сбежать. То есть, для побега с инферно мне требуется ровным словом собачки. Да, здравствуйте. Здрасте. Как у вас дела? Я, конечно, тоже рад вас видеть. Да. И офицеру я тоже по вам скучал. Значит, чисто теоретически, я должен найти только один ломик и все, сбежать отсюда. Правда, вот я просрал все расписание и надо появиться хотя бы на ужине. И слушайте, здесь какая-то громадная крыша. И возможно, побег можно устроить именно через крышу. То есть, через второй этаж. И походу нет, потому что крыши не соединены друг с другом. Ну, ладно. Но тут есть еще и крыша третьего этажа, на которой ничего нету и вертолетной площадки тоже не наблюдается. Как вы помните, с самого начала игры у меня есть лопата. И The Escapist устроен таким образом, что да, с помощью лопаты я могу ломать стенки. А вот только один маленький вопросик. Хватит ли этой лопаты на одну стенку? Думаю, нет, потому что даже кирки недостаточно. Вот что мне удалось найти, но вряд ли я без интеллекта смогу с этими предметами что-то сделать. А качать интеллект для побега с такой легкой карты мне вообще не хочется. Должен быть какой-то обходной путь. И я думаю, что вот он, мы прямо на него сейчас смотрим. Это, по идее, два заборчика самых обыкновенных. Я их могу сломать с помощью кусачек и напильника, да. Хотя, стоп, 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 стоп. Вот он же побег. Я на него прямо сейчас смотрю. Возвращаемся за кусачками. Ну-ка, добавим немного хардкора. А, чёрт возьми, тут собачка. Ай, блин, наверное, на меня сейчас спали. Так, быстро валим, валим отсюда. Хухух, собака. Тихо. По идее, совсем скоро, через полчасика будет перекличка. И, ребята, я очень сильно рискую. И... А, нет, нормально всё. Тут нельзя ломать стенку почему-то. Хорошо, тогда пройдём немножко дальше. И, по идее, на этой карте есть снайпера. Да, ребята, рисковать это очень тупая идея. Давайте лучше сделаем, как нормальные люди. Отметимся на перекличке, дождёмся полночи. И тогда сломаем решётку. Было бы ещё неплохо скрафтить себе чучело. Но, 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 стоп, 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 стоп. Что происходит? С какого-то перепугу, с какого-то фига не было вечерней переклички. Так, прожектора. Надеюсь, вы не включитесь. Реально не знаю, в чём дело. И, надеюсь, кусачек и одного напильника будет достаточно, чтобы сломать две решётки. Но я чё-то сам слабо в это верю. Приступаем. И, что мы видим, одних кусачек будет достаточно только на одну решётку. Чёрт возьми, ребята, по-моему, кое-кто спалился. Ну, давайте, ну, давайте всё равно доломаем решётку. Потому что нет смысла её не доломать. Меня всё равно спалят. И вот напильник ломает тоже по 15% чего. Но сам он ломается намного быстрее. И если бы я взял с собой второй напильник, хух, я бы уже сбежал отсюда. Какие-то жалкие 40%. И, ребята, давайте постараемся чё-нибудь сделать. Тихо-тихо, камера меня спалила. И надо быть предельно аккуратным. Чтобы меня сейчас не посадили в карцер. Тихо-тихо, офицер, до свидания. Не надо меня бить. Он бежит. Хух, не за мной. Офигеть. Как мне сейчас дико повезло. И мотоцикл. Серьёзно. Тут есть библиотека. Как раз то, что мне надо. И офицеры, давайте держитесь на расстоянии от меня. Знаете, что сейчас произошло? Нет ничего необычного. Я просто забыл, что сейчас полночь. Вышел из библиотеки. И просто побежал в свою камеру. Теперь вместо сладкого побега меня ждёт изолятор. Замечательно просто. В следующее утро уже прошла перекличка. И знаете, меня пока что не спалили. Да, странно согласен. И давайте попытаемся доделать то, что начали вчера. Нашёл режущую нитку. И я до сих пор, ребят, честное слово, не знаю, смогу ли я с помощью этой нитки сломать решётку. По идее, эту решётку она почему-то не режет так, а вентиляцию. Или я это не смогу проверить? В любом случае, я это и не проверю, потому что меня какого-то фига избили. Да. Ух ты, вот это везение. Нашёл ещё одну режущую нитку. И давайте прямо сейчас проверим, смогу ли я с помощью этой нитки сломать заборчик. Медленно подбираемся к нему. И знаете, да могу, вот только небольшая проблемка в виде снайперов и офицеров, которые почему-то раньше, походу, не видели эту дырку. Мне немного повезло, прямо после отбоя покупаю ломик, палюсь на камере, но думаю, офицер не додумается дойти вот до суда. Чё-то я немножко поторопился, начал ломать стенку до полночи, но всё хорошо, и мы сбегаем с инферно. Не забывайте оставлять свои комментарии, если вы этого до сих пор не сделали. Ссылку на карту вы найдёте в описании. Ну а я на этом буду с вами прощаться. Удачи вам, ребят, и до новых встреч на моём канале. Всем пока!